Что значит «магическое мышление»? 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 То есть не длина, ширина и высота физических объектов определяют полноту этого мира и начинают интересоваться какими-то духовными практиками, традициями. Они не полностью как-то прям с головой туда погружаются, уходя бесконечно какие-то медитации, зарастая грязью, переставая контактировать с окружающими, а постепенно расширяют свой горизонт, пространство собственного восприятия. И обнаруживают, что оказывается есть еще что-то, кроме мира физического. И начиная постепенно отдавая себе отчет, что же он делает, для чего он делает, начинает это изучать, рассматривать. И его ментал, конечно же, расширяется. Здесь очень важно сохранять критичность мышления, критичность восприятия, не уходить в какие-то иллюзии или представления о, тем более не, скажем так, уходить в какие-то, условно скажем, секты, которые говорят, что вот именно так мир устроен, больше никак иначе. Вот вы должны нам чего-то тут принести, тогда будет вам счастье. Ну, конечно же, нет. Здесь центральная такая позиция, которую обслуживают духовные практики, это эволюция личности, эволюция сознания. И духовный путь предполагает, конечно же, не только возможность адекватного восприятия реальности и самого себя, но еще и возможность понимать, что все люди находятся на совершенно различных этапах пути эволюции. И, конечно же, все люди отличаются друг от друга. И кто-то уже прошел какой-то определенный путь собственной эволюции, в том числе и духовной эволюции, и просто эволюции с позиции осознавания личности, например, через психолога. А кто-то находится только на пути к этому, и, быть может, даже в этом воплощении к этому не придет. А кто-то уже давно эту планку преодолел и развивается. Идет дальше по пути эволюции. И когда человек обнаруживает какие-то вещи, которые позволяют ему быть более гармоничным, более счастливым, более адекватным, адекватность имеется в виду, он объективно воспринимает объективную картинку реальности и не отрицает никакие феномены, а относится к этому как больше ученый, исследователь. Если его картина мира не заложена какими-то определенными узкими моделями, а имеет определенные допущения, и через эмпирику он имеет возможность находить подтверждение каким-то фактам, скажем так, то тогда его личность становится многогранной, интересной, интеллектуальной, критически воспринимающей себя реальность, но и как следствие счастливой и духовно-психологически эмоционально прокаченной.